Всем огромный привет! Я много видео вам показывал про улицу. Скоро погода испортится, мы начнем домашние работы, сауна, банька, полы опять, там по котлу у меня кое-какие вопросы. В общем, интересно будет. Но сегодня мне нужно добить вот эту работу. Почему я их не делал? По простой причине. Окна врезались в котельную, процесс это был очень долгий и кропотливый. Тут, между прочим, два окна еще не вырезано тоже, это я должен сделать в ближайшее время. Не знаю, в сегодняшнем выпуске получится или нет. Хочется уже облагородить дом. И у нас получается... Раз, два, три. Работы очень много. Если тут все понятно, более-менее, потому что эти работы я уже проводил и вы их видели, как обшивается это все USB-шкой, как формируется... Тут, блин, снегоуборочником снес. Как это все подшивается карнизики, как бьется хаубер, как это все тут отделывается, то веранды вы не видели. И на веранде у меня простую подсистему построить будет крайне неудобно. Просто потому, что она там не завяжется. Плюс там еще будут откатные калитки и так далее. Поэтому сегодня мы с вами сделаем именно те веранды, которые имеют под собой хранилище. И, кстати, важный момент. Я реально хочу под ними что-то хранить. Чтобы была возможность закатить ту же самую газонокосилку, помпу и так далее. Поэтому в сегодняшнем ролике мы с вами будем заниматься верандами. Я приобрел металл, металл-профиль. И сейчас все это дело сварим, вырежем, прикрутим. Ну а начинаем мы эти работы с того, что я просто сейчас очищаю территорию будущего нашего рабочего места. Убираю отсюда эти бочки свои медовые. Кстати, жарковский-мед.рф, помните, да? Есть дягель, василек, есть разнотравие, вкуснейшие. Вот вам кадры с пасеки, как я там на коптере летал, как мы качали. Есть, кстати, рамки еще. Они на сайте не представлены, но они есть. Рамка стоит 1000 рублей. В ней примерно 2 килограмма вкуснейшего меда, уже запечатанного забрусом, пчелками. Поэтому заказывайте, братцы. И подписывайтесь на наш дзен. Все ссылки в описании под видео. Очищаю территорию, сделаю замеры. У меня здесь веранда всего лишь первая из трех, которые мы будем делать. Она всего лишь 4,5 метра. Это все я сейчас переношу на металл. Вырезаю, обрезаю и привариваю, собирая конструкцию. По моему большому желанию здесь будет всего 2 пролета, так как я пока еще не решил, будет ли у нас терраса выхода из бассейна. Короче, басика теперь нет. Тут будет пока стоять у меня каркасник, я его уже приобрел. А почему я ее реализовал? Потому что здесь будет стоять настоящий бетонный бассейн. Вот. Такая вот у меня мечта, чтобы в старости дедушка купаться мог. Но не суть. И я пока не решил, как от веранды у нас пойдет здесь терраска. Вообще, как будет она, не будет. Поэтому в пролете будет всего 2 лючка. По плану на двери будут защелкиваться на простые защелки, без всяких замков. Но будет это все сделано грамотно и интересно. Смотрите и наблюдайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь задача все это преперфорировать к бетону. Кстати, есть идея интересней. Друзья, перфоратор на самом деле это святой инструмент. Им я и срубаю всякие разные неровности на бетоне. Им я забуриваю тяжелые большие анкера, которые будут держать что-то громоздкое и мощное. Но порой для некоторых задач он не совсем оптимален. Много шума, много лишней пыли. Ну и самое главное, нецелесообразность его использования в каких-то определенных ситуациях. Например, монтаж гипсокартонных подсистем, либо фиксация вент-фасада для Хауберга, как вот в данном случае мы будем работать. Там не нужны какие-то глубокие анкерные ниши. Там достаточно просто фиксануть направляющую к бетону. И в данном случае ничто не выручит нас лучше, чем газовый пистолет Хубест. Что хочу о нем сказать? Данная аппаратура позволяет выполнять вот именно фиксационные вопросы очень элементарно. Вспоминаю, когда я фиксировал вот этот потолок. Ох, мы надушались пыли. Почему в то время я не догадался приобрести пистолет? Я не понимаю. Пыли ноль. Работа быстрая. Цена вопроса одного выстрела всего в районе рубля. При том, что фиксация одного анкера выходила рублей 8, по-моему. То есть сама пластмассовый дюбель, саморез. Одна вот такая пачка, друзья, с тысячами гвоздей стоит в районе 1000 рублей. 1000 гвоздей – 1000 рублей. В каждой из такой пачки находится свой газовый баллончик для данного пистолета. И этого баллончика хватает конкретно на эту самую тысячу выстрелов. Легкий в руке, маневренный в работе, не вижу никаких причин и не пользоваться. 19, 22, 16 гвозди – это для разных задач, но по бетону. Моя сегодняшняя главная цель – это пристрелка под системы к бетонным конструкциям на улице и к бетонным конструкциям в сауне. То есть мы сейчас с вами сауной занимаемся и занимаемся верандой под хауберг. Надо просто зашить эти уже стены, чтобы у меня там и хранилище было, ну и красота дома уже как-то надо завершать, заканчивать это мероприятие. В комплекте два аккумулятора, которых хватает, как заявляет производитель, там чуть ли не на 5000 выстрелов. Короче, можете и воткнуть, и забыть уже про то, что его надо подзаряжать. Работает очень элементарно. Внутри находится поршневая система, которая подпитывается газовым баллоном. Он вставляется вот здесь, в заднюю часть нашего пистолета. Единственное, меня сейчас надо тут с крышкой манипуляции провести, я сейчас вам покажу. Вставляется, закрывается, газ переходит в поршневую систему, определенную дозировку. Потом в момент выстрела у вас происходит поджигание искры, ну и собственно носик выплевывает гвоздь уже в бетон. Чем интересна система, в отличие от его предшественников? Да, я с ними уже, друзья, тоже познакомился. Сюда входит 30 гвоздей, то есть 3 набора, но есть определенный запас под следующую обойму, для того, чтобы не ждать, пока у вас закончатся гвозди, и сразу же дозарядить пачку и работать дальше. В комплекте мы имеем два вот таких сменных носа. Эти сопла, они предназначены для того, чтобы по выбору гвоздя можно было работать. Пистолет самовольно не выстрелит, пока ты не подожмешь рукой и не нажмешь на выстрел. Также, когда мы подключаем батарейку, мы видим, как заряжается сама система этого пистолета. А в принципе, наверное, на этом можно и закончить уже обозревать его, потому что для пользовательских вопросов тут уже все понятно. Вот, кстати, друзья, покажу вам эти самые дополнительные сопла. А вот эта штука, она нужна для того, чтобы потом в системе вкрутить и выдернуть поршень. Насколько я знаю, может я не прав. Просто, когда я выбирал между разными компаниями и вообще вариациями пистолетов, я посмотрел полный обзор разборки данного пистолета и понял, что там настолько все крепко и настолько все просто, что не имеет никаких сложностей. Теперь газовый баллончик. Тут все тоже несложно. Скидываем защитный колпачок. Вот так. Берем баллон и нащелкиваем систему. Вот так. Далее пистолет, открыли крышку, установили его вот таким вот образом, чтобы вот это сопло попало вот в эту нишу. Все. Пистолет почти готов к работе, осталось только лишь установить аккумулятор. Самое интересное, что бы вы сейчас ни делали, он не выстрелит, пока в нем нет патронов. Ну, гвоздей. Для своих сегодняшних работ я хочу попробовать 19-е гвозди. Выглядят они вот таким образом. И мне нужно всего лишь три обойма пока для начала. 30 штук. Итак, один момент, который я не сказал. Первое, это одевайте средства защиты. Очки обязательно, они, кстати, идут в комплекте. А второе, обязательно одевайте уши, потому что эта штука очень громко хлопает. Ну, а мы с вами как раз находимся в зоне моей работы. То есть вот здесь я и буду крепить эти металлические профиля. Вот это нормально. Изначально у меня была мысль, что вот эти все железочки, я буду сейчас приваривать к ним выступающий профиль, а потом только эти железочки уже пристреливать к стене. Но благодаря тому, о чем я вам говорил, когда мы были еще в доме, мне не придется этого делать, потому что эти гвозди, они не имеют никаких пластиковых дюбельных включений. То есть, когда я буду сейчас наваривать сюда профиль, от температуры ничего нигде не расслоится. И сейчас я могу просто теперь брать полоски. Сейчас я так и сделаю. Возьму металлические длинные полоски, просто настреляю их, а потом к ним уже в любых местах, где мне это удобно, я буду приваривать направляшки для ворот. Для тех, кто не понял, здесь у меня будут открывающиеся, ну, для всякого хлама, воротины. А все будет зашито вот именно вот так же, как на доме. И это, давайте вот эти парни, которые сейчас пишут, типа, а, опять реклама, опять продался, идите, б***ь, а. Такая тема. Блин, почему я раньше ее действительно не взял? Я бы потолки бы с любовью бы пристреливал. И это, помните, проблема, которая у меня была с потолками, что 60 сантиметров между пролетами, такого бы не было, потому что там я делал из-за того, что ленился, мне это лишняя пыль была, ни к чему. А сейчас с удовольствием бы это сделал, повторил. Ну, во всяком случае, теперь в подвале-то до свидания, там у меня будет все нормально настрелено. Я 30 патронов всадил, даже не заметил. Посмотрю, чуть не стреляет. Все, кончились. Сейчас попробую еще 22-ми гвоздями пострелять, потому что это 19-е были. Посмотрим, как 22-е вшиваются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, следующая тема, друзья, то, о чем вы часто меня спрашиваете. Чем ты покрываешь, какими составами гидроизоляционными ОСБ, что она потом никак не портится. Помните, я давал контакт человека, который в Новосибирске занимается всеми этими вещами. Если кому интересно, в комментариях пишите, я вам контакт дам. У меня, правда, это уже не в лучшем виде и осталось немного. Это ацетоны, какие-то растворители, а вот это специальный полимер. Это все соединяясь, становится... В теплую погоду, минут 20, и у вас уже это полимеризуется. Короче, в чем ее прикол, она делает прям полиэтиленовый налет на любом материале. И по заявлению производителя, Олега, можно даже взять эти щиты, соединить в какую-то нишу, чашу и залить водой, и она будет держать это все как в целлофановом специальном пакете. Ну, короче, по сути, это полиэтилен. Будущий полиэтилен. Один к одному соединю немножко пока и нанесем. Потому что сохнет быстро, быстро полимеризуется. Все, один к одному. Так как у меня хаубергом будет все зашиваться, я закрою только первые 20 сантиметров низа и первые 5 сантиметров верха, потому что по факту все остальное будет закрыто потом гонтом гидроизоляции, и вода уже не сможет к этому проникнуть. Секундная пауза, просто только что доставили, и я не могу не посмотреть. Аппарат, который нам пригодится сегодня в работе. Слушайте, на строительном канале я реально не понимаю, почему многим не нравится, что я показываю новое оборудование. Ведь оно же полезно же для вас же. Итак, я вам сегодня представляю пескоструй. Сейчас в работе он нужен для того, чтобы очистить раму, которую дождиком немножко залило. И он начал ржаветь перед покраской, грунтовкой. Поэтому быстренько его собираю и пробуем. Посмотрим, как он вообще работает в разных ипостасиях, в разных областях. Данный аппарат, надо сказать, фирмы Эффе. Эффе. Вот это самый большой в своем классе. О, а это форсунки, видимо, для подачи песка и сопла. Для разных вариаций по диаметру песчинки. Я вам говорил, для чего вот эти все у меня мероприятия происходят. Для того, чтобы когда мы в следующем году построим все-таки наш гараж, нашу мастерскую, я ни в коем разе не нуждался бы в каких-то определенных докупах, доберов, доберов, чтобы у меня весь инструмент уже был для работы, которую я запланировал. Понятное дело, что я сейчас пока приобретаю опыт, но я уже примерно прикинул, кем стану, когда вырасту. И вот для всего этого у меня сейчас есть определенный... Вы заметили, да, что у меня все закупки, они идут в одно направление. Вы скоро все узнаете. Вот такой у меня старый есть советский литол. Так, колеса. Накидываешь, Денисыч. Смотри, да, вот так это накидываешь, немножко его проворачиваешь, чтобы оно... Да, вот так прям. Чтобы оно литола нормально поело. Вот, хорошо. И сюда, знаешь, чего мы надеваем? Вставляем вот такую вот штуку. Хоп. После чего, когда мы ее вставили, мы должны взять вот так пласкогубцы и вот так вот загнуть. На века. Кстати, друзья, маску обязательно приобретите при работе в пескоструем. Очки это тоже очень важное задание. Так, теперь мы должны поставить систему безопасности. Выглядит она вот так. Что она из себя представляет? Манометр, осушитель и два клапана для подачи воздуха, для продувки материала и так далее. Система безопасности при больших атмосферах, чтобы бак не взорвался. Для того, чтобы ее поставить, нужно намотать сюда фум-ленту и накрутить. Фум-лента это для чайников. Мы же используем бороду хотабучи. В простонародье именуемое лен. И используем, сын, вот такой вот герметик. Сантехническая паста для герметизации резьбы. Сам а то, сын. Лучше не придумывал человечество. И когда начинаешь вязать лен, что надо делать? Надо вязать его от себя. Смотри, вот так вверх. И вверх от себя вот так. Не на себя, а от себя. И чем тоньше ты сделаешь, сын, ниточку, тем у тебя лучше будет. А от себя или на себя? А ты когда сейчас будешь резьбу накручивать, если сделаешь на себя, то у тебя все сбуровится. Понял? Она начнет у тебя буровиться на тебя. То есть она, по сути, тогда не будет работать. И надо, чтобы вот эта вакса заполняла всю резьбу. И она не будет пропускать. В данном случае у нас здесь не гидросистема, здесь воздушная система. Но очень важно, чтобы она не пропускала. Потому что тогда у нас песочек будет не туда ходить, куда нам надо. Ну и компрессор чаще включаться. Я не знаю, вам это интересно, нет, друзья? Ну, сына учу жизни. Думаю, пригодится. Да, конечно, каждому мужику это пригодится, да, сын? Собственно, сейчас был такой практический курс по сантехнике. Все. Теперь мы берем безопасность. И тут вообще все элементарно. Одна вторая, одна вторая. Берем и начинаем ее накручивать. Тут даже нам ключ никакой не нужен. Так, еще на раз хватит. Вот так. И теперь контргайку надо вернуть в обратное положение. Вот теперь воздух 100%, сын, никуда не пойдет. Кроме того места, куда нам надо. Потому что мы законтрагаяли максималочку. Тут еще есть одно правило важное в сантехнике. Знаешь, как оно называется? Сильно хорошо, тоже плохо. Следующее движение, сын. Мы фиксируем ручку. Поехали. А может, ты сам хочешь прикрутить хотя бы одну? Давай. На. А я пока знаю, что одену вот эту систему. Подожди, стоп, стоп, игра, выиграл 4 билета. Здесь мы должны, прежде чем накручивать контру, мы должны поставить вот эту штуку. Ты пока вон ту верхнюю или не дотягиваешься? Да нет, не дотягиваюсь. Вот-вот, молодец. Давай верхнюю сделаю пока. Не-не-не, у тебя, сейчас, я наживулю. Подожди. Наживулька это такое, сын наука такая интересная. Называется наука наживления. Когда ты ее познаешь, у тебя будет все легко наживляться. Все, по красоте. Вот, ручка готова. Эта система безопасности тоже готова. Нам осталось поставить подающий шланг кислорода. Это первое. И накидываем этот шланг подачи воздуха вот сюда. Вот так. Все, это готово. Осталось затянуть. Все. И низ. Готово. Теперь смотри, на форсуночной этой штуке нам тоже надо нанести лен. Поэтому мы так же намазываем. И так же от себя наносим это все на резьбу. Так, сын, держи его, отходи туда подальше. Он сейчас без воздуха, он безопасный. Мне просто надо сейчас его крутить. А чтобы он крутился, мне нужно, чтобы кто-то его со мной вместе прокручивал. Все закрыто. Проверяем. Все закрыто. Вот так. Я дал ему сразу. А, 6 атмосфер. Сейчас я должен включить напор воздуха в бак. И проверить его на утечке. Есть ли они где-либо. Бак набирает давление. Он сейчас пустой. На самом деле в баке у меня ничего нет. Я еще пока песок не делал, я хочу просто проверить на утечке. Потом уже будем с песком пробовать. А сколько у меня на компрессоре-то выставлено? Должно быть 8 очков. Сейчас мы 8 наберем и пескоструй будем проверять на утечке. Короче, мне интересно, что получится. Смотрите, какой он элегантный. А, наклейку. Еще же надо наклейку наклеить. Сейчас сделаем. И у нас уже 6 атмосфера набирает активно. Здесь хотя бы уже точно нет утечки. Ничего не шипит. Заполняем. В общем, я поставил сюда сопло на 2 мм. Потому что у меня кварц, песок. И я думаю, будет все нормально работать. Открываю. Я в бассейн брал, у меня осталось просто сухой, хороший песочек. Говорят, хранить его там не стоит. Потому что может слежаться. И я решил, что столько пока хватит. Полная боевая готовность. Моя задача, значит, попробовать почистить эту ржавчину, чтобы это все загрунтовать. Грунт уже готов. Дышать тяжело. И очки запотели. Друзья, кому интересно про эту штукенцию, где ее взять и как что-то такое, в комментариях не опишите. Я вам всем ответ дам. Пробуем. Сейчас она 8 бар наберет. Сейчас пока 4,5. У меня не сильно мощный компрессор, но достаточный для таких работ. Просто почаще будет включаться. Ну и я уже отрегулировал, видите, да, все клапана на подачу. Так, попробуем до шашлыка крышку почистить. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну ладно, 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 сейчас будет куча хейта. Друзья, конечно же, пескоструй у меня не для задачи, чтобы профлист чистить. Для этого очень просто. Подойдет грунт для ржавчины. Пример хотел показать. На самом деле у меня, ну, для других целей. И вон даже тупо сейчас эту ржавчинку сейчас надо будет заполирнуть и нанести новый слой. Ну вот так у меня машинка опечалена сейчас. Диски можно красить. Да все что угодно. В своем доме это просто находка. Единственное, что сегодня не совсем удачно. Тот песок кварцевый, который я сейчас использую, он сильно крупноват для нее. Ну то есть прям комки летят в лицо. Не тот, не тот материал. Абразив надо купить нормальный, качественный, хороший, мелкий, прям меленький. И уже им работать. Ну, я вам показал как работает. Она работает. Собирается несложно. Сейчас мы начинаем красить раму. И после этого как раз у нас USB-шка подсохнет. Начнем мы ее накладывать. А потом хауберг сверху. Вот, собственно, вот так мы веранду сегодня с вами и сделаем. Так что смотрите дальше. Я начинаю красить. Кстати, братцы, сегодня у мамы день рождения. Можете поздравить в комментариях. Она все мои комментарии читает, и ей будет приятно. Краска по ржавчине. И немножечко разбавленная для краскопульта. Но я не стал тут краскопультом пользоваться. Потому что тут у меня очень много всяких материалов, которые я могу просто испортить. Поэтому мы сейчас загрунтуем. Все будет хорошо. Я даже, честно говоря, наверное, считаю, что здесь и красить-то ее особо не надо. Можно только нижний ряд. Она же будет закрыта, и внутри-то она не будет никак влага попадать. Просто для эстетики. Только для этого. Знаешь как, сын, давай сейчас нижнюю, самую нижнюю грань хорошо прокрасим. Чтобы она не ржавела, чтобы на нее вода не влияла. А верхние так на раз. Просто вот так пройдемся, и все. И начнем у избишку уже стелить завтра утром. Ну, в вашем случае, друзья, это будет прям сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Сына, давай с того краешка отодвигай теперь, с того, чтобы я выйти мог. О-о-о-о, шикарно. Все, тихо, держу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья мои, мы сделали всю обшивку стены. Получилось это пока вот так, в таком ключе, как я уже говорил, что здесь будет у нас баня идти, точнее бассейн. И вот тут, возможно, будет терраска. Она вот так будет идти около бассейна. Поэтому там я лаз не делал. Вот два лаза. Смотрите, все работает как часики. И лаз номер два. Все шикарно, все классно. Есть один нюансик. Хотел продолжить час работы, показать вам, как хаубер колотить, чтобы уже начать его зашивать. Но погода, друзья, вообще не летная. И второе, 30 минут видоса уже, наверное, вас напрягает. Поэтому в следующем ролике, надеюсь, мы доделаем те веранды и начнем хаубер колотить. И потом заходим уже в домашние работы, которые вы давно от меня ждете. То есть это полы. Короче, весь подвал будем делать. Поэтому подписывайтесь, кто не подписан. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч, буквально пару дней и увидимся. Все, пока. Пока.